Три часа, чтобы спасти жизнь. Именно столько времени в сутки отводится на сбор крови. Процесс на Щелковской станции переливания крови начинается в 8 утра. В очередной раз администрация района и российский Красный Крест посвящают сентябрьский День Донора погибшим в терактах. Мы ежегодно, вот уже третий раз, совместно с администрацией проводим такую акцию района День Донора. Кровь нам необходима всегда, потому что у нас очень большое количество лечебно-профилактических учреждений. Ну, акцию откликнулся простой народ нашего Щелковского района. По зову сердца одними из первых на станцию пришли почетные доноры России. Чувство долга не позволяет им оставаться в стороне и встречает таких людей по-особенному теплом. Обслуживание очень хорошее, здесь всегда чисто, встречают, провожают, так что приятно. Что чувствуете после того, как кровь? Гордость. Гордость все-таки приятно, что кому-то я помогаю. Николай Назин, по профессии слесарь-ремонтник, сдавал кровь более пяти раз. Точно не помнит. Стремится стать почетным донором. Для этого необходимо сдать кровь не менее 40 раз. На самом деле это благое дело, я считаю, что как бы помогать, да. Я считаю, тут ничего сложного, просто прийти и всё. Просто надо на это как-то, ну, решиться. Потребность в крови как у Щелковского района, так и в Московской области большая. Всё, что заготавливается по первому требованию, направляется в лечебные учреждения. Взять, к примеру, Щелковский перинатальный центр, где принимают роды умам с патологиями. Да и сами запасы крови нуждаются в обновлении. Даже в самых подходящих условиях кровь не может храниться дольше 35 дней. Стать донором крови довольно просто. Для этого понадобится 20 минут. Необходимо прийти на Щелковскую станцию переливания крови, обратиться в регистратуру, пообщаться с терапевтом. Также вас возьмут экспресс-анализ крови, ну, а затем присесть на донорское кресло. 5-7 минут, и забор крови будет совершен. Ну, а результаты занесут вот в такую книжку донора. За сданную кровь донорам полагается разовая выплата на питание, чтобы быстрее восполнить баланс крови. Размер выплаты составляет 5% от проживочного минимума в Московской области. И она постоянно индексируется. Каждые последние субботы месяца на станции переливания рабочие. Сделано это для того, чтобы те, кто работает в будни, могли тоже сдать кровь и спасти кому-то жизнь.